В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Полицейские вновь на коне. Самый высокий памятник Бухар-Жирау в Центральном Казахстане. Дорожная карта бизнеса 2020 находит реальное воплощение. В городском Акимате кадровые изменения. Аким города Караганды Нурлана Убакиров представил активу генерального директора КГП Горсвет, нового руководителя Карагандинского государственного зоологического парка, также советника и помощника Акима города. Сегодня глава города Нурлана Аубакиров представил собравшимся новых руководителей разных структур города Караганды. Распоряжением Акима города генеральным директором КГП Горсвет назначен Абдиров Кадырбек Сагашевич. Абдиров Кадырбек Сагашевич окончил Казахский политехнический университет имени Ленина по специальности инженер-электрик. Работал на различных руководящих должностях. Был секретарем горкома Комсомола, начальником горэнергосети, затем директором ТО Жайремэнерго. Аким города Нурлан Аубакиров рассказал об основных задачах, которые поставлены перед новым руководителем. Разработать в кратчайшие сроки комплексную программу развития освещения с применением современных технологий. Также охватить максимальное количество улиц современным освещением, так как это позволит решить социальные задачи, такие как снижение уровня преступности и повышение уровня комфортности населению города. Затем представили следующего руководителя. На должность директора КГП управления парками культуры и отдыха и скверами назначен Браунагель Виктор Вилибальдович. Он окончил Карагандинский политехнический университет. Трудовую деятельность начал в 1972 году. Работал на различных должностях в государственных предприятиях. Аким поручил ему определить перечень скверов, парков и провести работу по благоустройству с учетом нового подхода. Далее Аким города Нурлан Аубакиров озвучил еще одно кадровое изменение. Директором Карагандинского государственного зоологического парка назначена Аширова Мадина Сафарбековна. Аширова Мадина Сафарбековна имеет два высших образования – юридическое и экономическое. Занимала различные руководящие должности в частных предприятиях. До настоящего назначения являлось директором Центра социальной адаптации для лиц, не имеющих определенного места жительства города Караганды. Далее Нурлан Аубакиров представил советника Акима города Караганды. В порядке перевода на эту должность был назначен Оспанов Арман Иркенович. Арман Иркенович работал на различных должностях Акиматов различных уровней Карагандинской области. Также в Министерстве транспорта и коммуникации Республики Казахстан главным экспертом внутреннего контроля. Кроме того, работал в агентстве АКА по регулированию естественных монополий главным инспектором управления стратегического планирования и анализа. Глава города Нурлан Аубакиров представил активу помощника Акима города. Им стал Карагунысов Дархан Букимбаевич. В завершение Нурлан Аубакиров пожелал больших успехов всем, кто был назначен на новые должности. Гульнур Жакенов, Султан Исаев, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Мы – горнятский регион. И труд шахтера почетен и уважаем. Правда, до определенного момента. Если ты получаешь травму на производстве, то добиться от работодателя законных выплат совсем непросто. В этом убедился Кайрат Ниязов, отработавший в корпорации «Казахмыс» более двух лет. Сильному молодому мужчине, кормильцу, стать обузой в семье не пристало. Но после травмы на шахте «Казахмыса», которую получил Кайрат Ниязов, его жизнь изменилась. Во-первых, ему пришлось в суде доказывать, что травма производственная. Я бывший работник «Казахмыса». Так как прошел у меня несчастный случай в 2012 году, после того, как я оспорил свой акт на 100%, они не выполняют свой коллективный договор. Почти четыре месяца решение Казабибийского районного суда не исполняется. Уже вмешался департамент по огране труда. Наложили штраф на «Казахмыс». Большой? Да. Они его уже выплатили? Нет. Тоже не выплачивали? Нет. По всей видимости, профсоюз, который должен защищать интересы рабочих, уже стал ручным. А пока Кайрат Ниязова, «Казахмыс» известил, что подана касационная жалоба. Но когда она рассматривалась, и был ли суд, его никто не извещал. Вы мне звонили юристы с этого, с юроделого? И чем это кончилось? Ну, сказали, что будут они затягивать на год. То есть, вы открыты вам сказали? Да. Ничего не получили? Ничего не получили. Ваши дальнейшие действия? Буду биться дальше. Как она ни странно звучит, это обычная история для нашего региона. Более двух с половиной тысяч регрессников все еще добиваются справедливости через суды, веря в закон. Я не могу понять, для чего тогда этот коллективный договор, хотя если они сами его не выполняют. Сергей Высокосов, Бахьяр Успанов, Первый, Карагандинский. 153 служебных автомобиля пополнили автопарк Департамента внутренних дел Карагандинской области. Машины оснащены современной технической аппаратурой и укомплектованы сигнально-громкоговорящими устройствами и радиостанциями. Сегодня состоялось торжественное вручение ключей от служебных машин. Ключи от новых служебных автомашин, а это 120 автомобилей марки «Нива», 32 марки «Шкода» и одна «Тойота Хайз» были вручены на главной площади Караганды. По поручению президента страны Нурсултана Назарбаева местными органами власти делается все необходимое для укрепления материально-технической базы правоохранительных органов региона. В этом году на их содержание из местного бюджета было выделено 11 миллиардов тенге. Об этом своей речи отметил глава области Нурмуханбет Абдебеков. Очень важно отметить, что эти машины мы передаем участковым инспекторам полиции, которые являются первичным звеном органов внутренних дел и непосредственно ведут работу с населением. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей нелегкой и очень ответственной службе. Благодаря большой поддержке и заботе руководства области полицейские в достаточной степени оснащены современной техникой и спецсредствами. Начальник департамента внутренних дел области Мергенбай Жапаров заверил, что полиция и впредь будет принимать все меры по защите граждан от преступных посягательств, сохранению стабильной оперативной обстановки и общественного порядка в регионе. Это не первый год. Каждый ежегодно у нас пополняется автопарк. Это даст, конечно, для совершенствования работы полицейских, повышение мобильности. Стоит отметить, что автомобиль марки «Тойота Хайз» предназначен для дорожно-патрульной службы и оснащена современным оборудованием, с помощью которого можно выполнять все функции. Такая техника способствует качественной и мобильной работе полицейских. Это нам тоже показывает своевременный выезд на месте происшествий, под правонарушение, но также повышает нашу мобильность и оперативную деятельность. Служебные машины будут переданы участковым инспекторам полиции не только города Караганды, но и всех регионов Карагандинской области. После торжественной части полицейские со включенными световыми спецсигналами отправились по местам несения службы. Гульнур Жакен, Ужас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галлтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система Профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин морозостойкий, надежный, прочный. Заместитель Акима Карагандинской области Жанар Бекбанова с рабочей поездкой побывала в Бухаржураусском районе, где ознакомилась с ходом строительства казахской школы в поселке Ботагара. Также побывала в нескольких объектах района. С ходом строительства школы ознакомил Аким Бухаржураусского района Нуркен Кубжанов. Трехэтажное здание казахской школы рассчитано на 464 мест. Строительство началось в июне текущего года. Срок окончания работы запланирован на сентябрь 2015 года. Подрядчиком является товарищество с ограниченной ответственностью Агропром Ремстрой. Заместитель Акима области Жанар Бекбанова ознакомилась с установкой памятника великому поэту Бухаржурау, расположенного в поселке Ботагара. Памятник высотой 8 метров и постаментом 4 метра будет тонирован под красный гранит. Сейчас над ним работает общественная организация «Союз художников города Караганды». Срок окончания работы и торжественное открытие памятника запланирован на сентябрь 2014 года. Памятник будет вторым по высоте в стране и самым высоким в Центральном Казахстане. Следующим объектом посещения заместителя Акима области Жанар Бекбановой стала Центральная районная больница, которая построена в рамках президентской программы «100 школ, 100 больниц» и сдана в эксплуатацию в конце 2009 года. При районной больнице работает отделение социальной помощи для лиц с ограниченными возможностями. Здесь работает 8 кабинетов, где для детей созданы все условия. Больница обслуживает не только население района, но и прилегающих населенных пунктов Каркаролинского и Баянаульского районов. Сейчас очень часто в мире говорят не люди с ограниченными возможностями, а люди с особыми потребностями. Думаю, что это очень правильная терминология, потому что действительно это люди, у которых есть особые потребности. И наша задача создать особые условия для того, чтобы эти люди могли найти свое место в жизни. Тем более, что глава нашего государства поставил задачу, чтобы к 2015 году Казахстан стал для людей с особыми потребностями без барьерной зоны. И такие центры, как реабилитационный центр Батакаре, я думаю, нужно создавать повсеместно во всех регионах нашей области. В завершении рабочей поездки заместитель Акима области Жанар Бекбанова дала конкретные поручения по развитию Бухаржираусского района. Гульнур Жакена, Эден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый Каргандинский. Пять проектов, реализуемых по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» были рассмотрены на очередном заседании Координационного совета, которое прошло под председательством Акима области Нурмухамбета Абдебекова. Медицинской фирмой «Гиппократ» был представлен проект по приобретению фентосекундного лазера «Виктус» и магнитно-резонансного автомографа «Хитачи». Новое оборудование исключает ручное вмешательство при операциях. Аналогов ему в Казахстане нет. Медицинская фирма «Гиппократ» была создана в 2001 году. Основная цель компании направлена на оказание медицинских услуг по Каргандинской области. Эту фирму хорошо знают каргандинцы и по отношению к клиентам, и по современному оборудованию. Основная цель данного центра офтальмологии и лицевой хирургии состоит в оказании специализированной, высокоспециализированной медицинской помощи офтальмологическим больным и челюстно-лицевым больным. Здесь, значит, на сегодняшний день работает 8 врачей-офтальмологов, которые имеют все необходимые разрешающие документы, то есть наличие сертификатов, обучающие семинары, повышение квалификации. Одним из последних самых современных достижений офтальмологии является использование фемтосекундных лазеров. Лазерная технология внедряется в Казахстане не первый год, но лазер «Виктус» и магнитно-резонансный томограф «Хитачи» пока единственные в Казахстане. Офтальмология является одной специальности, которая стремительно развивается и постоянно изобретается какое-то новое оборудование, которое помогает нам лучше лечить пациентов, достигать высоких результатов. Одним из таких современных направлений в офтальмологии является использование фемтосекундных лазеров. По словам представителей фирмы, приобретение этого медицинского оборудования позволит расширить рынок услуг для пациентов с офтальмологическими и онкологическими заболеваниями. Лазер «Виктус» исключает ручное вмешательство при операциях. Аналогов ему пока нет в Казахстане. Что касается магнитно-резонансного томографа, то в комплексе с уже имеющимся оборудованием «Гамма-нож» он позволит проводить противоопухолевые операции на головном мозге и производить раннее выявление опухолей. Обладание столь мощным современным оборудованием стало возможным благодаря государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Батья Роспанов, Первый, Карагандинский. Продолжаем выпуск. Сегодня с уверенностью можно сказать, что благодаря слаженному и неустанному труду всех медицинских работников страны решаются задачи, поставленные перед врачами и главой государства в послании народу Казахстана «Стратегия Казахстан-2050. Новый политический курс состоявшегося государства». Медики Карагандинской области провели семинар, где делились мнениями по вопросам повышения качества. Здоровье – главное богатство, без которого невозможно счастливая и полноценная жизнь. Поэтому труд медика всегда был и остается востребованным. Но сегодня вопрос стоит о качестве обслуживания населения. Поэтому в трех поликлиниках города проходили семинарские занятия для медицинского персонала области. Особо выделялись проблемы первичной медико-санитарной помощи. «Мы были в составе делегации лучших менеджеров Казахстана в Англии. Сейчас делимся опытом, обмен опытом идет с нашими коллегами, как улучшить работу первичной медико-санитарной помощи, как снизить младенческую смертность, своевременное выявление на ранней стадии онкологической заболевания, снижение заболеваемости туберкулезом». Качественное развитие отечественного здравоохранения, улучшение состояния здоровья населения требует высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. Это не просто призывы, это дело чести каждого медицинского работника. На семинаре проходили презентации поликлиник нашего города и мастер-классы на базе лучших медицинских учреждений. «В Нуринской центральной поликлинике работает 35 врачей. У нас снизилась детская и материнская смертность. На сегодня мы решаем вопрос о снижении заболеваемости туберкулезом. Для этого наши врачи участвовали в семинарах в Санкт-Петербурге. И наш областной семинар поможет найти правильные решения по охране здоровья наших граждан». Медицинский персонал охраняет величайшие ценности, дарованные человеку – жизнь и здоровье. Сергей Высокосов, Нурсултан Исаева, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. В Караганде 80 лет. Одним из первостроителей шахтерской столицы был Абдрахман Жанабеков. В декабре 1931 года по комсомольской путевке в Караганду приехала работать молодежь из разных частей Советского Союза. Одним из 25-ти тысячников был отец Майдана Жанабекова – Абдрахман Жанабеков. В этом году Абдрахману Жанабекову исполнилось бы 105 лет. В 1937 году Абдрахман Жанабеков избирался на должность председателя городского совета. Кроме этого, более 15 лет работал первым секретарем райкома партии Актагайского, Каркаралинского районов и Жизгазганской области. «Кроме меня есть брат Жанабеков Абдрахманович. Он работал после окончания школы, как считаю, в Карагандинском металлургическом комбинате. И он награжден орденом, знак почета, лаверятом государственной премии, почетный металлург Советского Союза». Во время войны Абдрахман Жанабеков в Актагайском районе организовывал помощь фронту, формировал военные подразделения для фронта, собирал продукты, одежду и деньги на победу над фашизмом. В 1944 году в Актагайской газете была опубликована статья под названием «Один самолет, девять танков». Военная техника тоже была подготовлена Абдрахманом Жанабековым. «Несмотря на трудные времена, он оставался добрым и отзывчивым человеком. Воспитал восьмерых детей. Его сын Майдан Жанабеков вспоминает. Отец всегда говорил им, что надо учиться и быть достойными гражданами Казахстана». Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, Аман Сауболгстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова